Редактор субтитров А.Семкин Приветствую всех, это Радио Крым Реали, с вами Александр Инковский, и мы начинаем нашу следующую программу. В этой программе, которую вы можете слушать на средних волнах, на частоте 549 кГц, а также в FM диапазоне на частоте 100,7, каждое утро в 8.35 и каждый вечер в 18.30. Так вот, в этой программе мы будем говорить о том, почему крымчане пьют. Тема дня. Почему крымчане пьют плохое молоко? Вот именно об этом мы будем говорить в следующие 24 минуты, наверное, даже уже 23. Дело в том, что, друзья мои, в чем проблема-то? Проблемочка, вот в чем заключается. Значит, в 2016 году по информации Госкомвета, это вот так вот российские чиновники, оккупировавшие Крым, называют, называют они, знаете, ту организацию, которая должна следить за качеством продуктов, Госкомвет. Обрывал какой-то. Значит, вот, значит, фальсификат был обнаружен в 23% проб. В 2017 году ситуация ухудшилась. То есть, прошел год, и чем больше Россия удержит контроль над Крымом, тем ухудшается ситуация с молочными продуктами. В 24% были обнаружены фальсификации. Большинство фальсификата изъято в школах и детских садах. Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма, назначенный Российской Федерацией, господин Васюта. Ну вот, про этот самый фальсификат мы и будем говорить сегодня. Для начала слушаем небольшой информационный материал, подготовленный моими коллегами. В Крыму снова дефицит. На этот раз не хватает молока. Его полуострову ежегодно необходимо 800 тысяч тонн. А дефицит составляет полмиллиона. Об этом рассказал глава подконтрольного России Министерства сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Продукция крымских производителей молочной продукции производится из цельного молока с коротким сроком реализации. 3-7 дней. Продукция, ввозимая на территорию Республики Крым, изготовлена из восстановленного молока, соевых продуктов и растительных жиров. В результате цены предлагаем материковым производителям молочной продукции на порядок ниже крымских. В мае специалисты Россельхознадзора обнаружили, что треть молочной продукции в детских садах Крыма – фальсификат. В пробах были найдены растительные масла и сорбированные кислоты. Российский министр промышленной политики полуострова Андрей Васюта говорит, что полностью исключить растительные жиры в сфере производства молочной продукции невозможно. Но можно попробовать снизить количество таких товаров в магазинах. Наблюдается весьма тревожная ситуация в Крыму в этой сфере. По информации Госкомитета ветеринарии Республики Крым, из 50 отобранных в 2017 году проб фальсификация в виде наличия растительного жира в продукции была выявлена в 23 пробах. Руководитель главка российского МВД аннексированного Крыма Сергей Абисов отметил, что торговать продукцией с добавлением растительных жиров можно, но обманывать покупателя недопустимо. Принято решение комиссии выйти с кадатайством, обращаться в те территориальные органы других муниципальных образований, не только у нас на территории Крыма, и других, откуда мы закупаем, с целью выявления недобокачественных предприятий, которые нам поступают в молочную продукцию. Тем временем крымчане в видеоблогах на YouTube жалуются на качество молока, которое покупают в местных магазинах. Буковка В, В, молочный комбинат, Воронежский, Россия. Ну давайте попробуем. Я его еще вот не вскрывал. Оно у нас запечатанное. Вспомнили тему про воду. Опа! И нальем. Ну, водичка. Белая водичка закрашенная. В МВД аннексированного Крыма обещают, что вскоре производители будут предупреждать крымчан о содержании в молочных продуктах растительных жиров. А пока, по официальной информации, треть сливочного масла и сыра в местных магазинах фальсифицированы. Репортаж. Ну вот, достаточно такой информативный и красивый репортаж у нас получился. Напомню, что вы слушаете радио Крымреалия. С вами Александр Инковский. И в ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, что происходит с качеством молочной продукции на территории Крыма. Начинаем нашу беседу с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму. Андрей, здравствуйте. Андрей, ну такой вопрос. Что сейчас, по вашей оценке, происходит с рынком молочных продуктов? И почему растет даже по официальным данным количество фальсификата, которые выявляются на этом самом рынке? Ну тут бы хотелось сразу разделить на две такие серьезные части этот рынок. То есть первый рынок – это потребительские, непосредственно супермаркеты, какие-то серьезные магазины, пользующиеся определенной популярностью у крымчан. И второй рынок – это поставки молочной продукции по тендерам. Вот все вышесказанное действительно очень ярко иллюстрирует ситуацию с поставками по государственным закупкам. А Россия живет в каких-то двух измерениях, скажем так. Действительно, качественному производителю, который все же стоит это признать, существует и в Российской Федерации. И как бы нельзя так огульно сказать, что качественного продукта среди молочных производителей России нет. Но к этому я еще вернусь. Так вот, российский качественный продукт априори не может попасть на стол, в детский сад или школу. Потому что рынок очень четко сегментирован в России. Есть производители, которые почти что официально и легально выпускают ужасную по качеству продукцию. Это растительное какое-то масло вместо сливочного. Это пластилиновый сыр, который называется натуральным и так далее. Так вот, эти производители каким-то образом никто им не препятствует для того, чтобы они поставляли свою вот такую ужасную качество продукцию по тендерам. То есть, они выигрывают легко тендеры у качественных, у порядочных производителей. И, соответственно, вся бюджетная сфера питается вот этими продуктами, о которых была речь в репортаже, о которых вот бьют тревогу крымские в базе руководители. То есть, получается так, что... Сейчас, извините, еще я уточню только один момент. То есть, получается, что вот эта вот массовая поставка таких молока, не знаю, можно ли его назвать молоком, то, что там и делаются эти все сыры с применением пальмовых каких-то масел. Это в основном идет в детские сады, в школы, то, что закупается за бюджетные деньги. Совершенно верно. Потому что в торгах такие поставщики предлагают такие цены низкие, что, ну, понятно невооруженным взглядом, что это не может быть продуктом. Это какой-то суррогат. Но торги-то устроены таким образом, что побеждает тот, у кого самая низкая цена. Соответственно, эти поставщики всегда будут побеждать. Есть, правильно вы заметили, есть потребитель. Крымчанин достаточно строгий и требовательный потребитель. Потому что это касается не только молочной продукции. Крымчане помнят, знают, любят продукт качественно. Они его привыкли потреблять. Они всегда в Украине тоже выбирали, скажем так, не самый дешевый, не самый там бюджетный продукт. Я говорю сейчас о крупных городах Крыма, ЮБК и так далее. То есть там, где сконцентрирован основной денежный поток. Так вот, крымчанин не хочет кушать этот пластилиновый сыр. Он не хочет кушать масло, в котором нет молочных жиров. И бизнес, который рванул сюда после закрытия поставок с материковой Украины, различные производители, они, скажем так, ничего не смогли здесь показать, ничто не смогли предложить. И со своими низкими ценами они ушли. То есть просто их не оценили по качеству, по вкусовым каким-то качествам крымчане. А кто тогда смог закрепиться на крымском рынке на сегодняшний день? Это, как правило, дорогой российский сегмент, где продукция действительно высокого или, так скажем, стандартного качества. Это такие компании, как Danone. В принципе, продукция Danone Украина и Danone Россия мало чем отличаются. Это такой популярный в Краснодарском крае, в Южном федеральном округе, производитель, как коровка из кореновки, которые тоже не отличаются дешевизной. Это дорогая продукция. Сейчас я стал замечать поставки из Ленинградской области, таких известных производителей, известных в России производителей молочки, как «Галактика», например, там «Полная чаша», торговая марка. Одним словом, производители с премиальным и качественным продуктом, несмотря на всю дороговизну этого продукта и, скажем так, коэффициент к Украине может быть где-то в 2-3 раза дороже. Так вот, этот производитель в Крыму находит своего покупателя. Понятно. Андрей. Я повторюсь, крымчанин хочет покупать качественную молочную. А вот мы прямо сейчас и послушаем одного из крымчан. Это житель города Феодосии. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Иванович, скажите, пожалуйста, вот вообще ваша оценка тем молочным продуктам, которые вот в последние 3 года вы можете покупать в магазинах вашего города? Ну, я скажу вам так. А то, что выпускается в Крыму, нормальные продукты. Это жанкой и юпатория. Масло хорошее, сливочное. А то, что привозят, оно очень нехорошее. Например, плавленные сырки я взял, этот, Дружба. Так коты не едят. Коты умные. Значит, молоко, вот это крымское, 72 рубля, 200 грамм. Сефир есть, 2,5, добрая буренка. Так, а почем же он? О, 75 рублей. Продуктов много стоит. Каймак. Ну, каймак, он что-то не похож совсем на настоящее молоко, потому как отходит с сыроткой. Напишено, больше скольки не хранить. Больше скольки не хранить, извините. Больше суток не хранить открытые. Ясно. И в холодильнике, да, так что эти продукты для долгого содержания не годят. Скажите, а может быть вы нашли какие-то продукты, которые пришлись вам по вкусу, вот молочные продукты, потому что сегодня мы как раз говорим про качество молочных продуктов, которые произведены в России или, например, может быть, в Беларуси. Может быть, вы оттуда какие-то продукты покупаете. Белорусские берем. Белорусские очень вкусные, хорошие продукты. А то, что в России произведено, никто его не берет, но тут застаивается в магазинах. Или остается, кстати, возле привалка в магазине. Это все продукты на лицо. Конечно. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Евгений Иванович, за звонок. Значит, а мы продолжаем. Мы сегодня говорим про качество молочных продуктов на территории Крыма. И делаем это с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму. Андрей, ну вот смотрите. Наш радиослушатель, он говорит о том, что он отдает предпочтение крымскому. Но я беру статистику и смотрю, что из 800 тысяч тонн молока, да, если я не ошибаюсь, наверное, ты или тонн молока, в Крыму дефицит свыше 500. То есть дефицит огромный. Получается, ну, а люди, тем не менее, продолжают хвалить крымские молоко и молочные продукты, произведенные на территории полуострова. Откуда же тогда в Крыму берется сырье для производства такого количества молочных продуктов, на ваш взгляд? Вы совершенно верно это отметили, потому что Крым никогда не был достаточным по сырому молоку. Тот же джанкойский производитель, который сегодня в Крыму номер один и ставит невероятные рекорды по объемам производства, он даже в те времена всегда завозил сырье себе отчасти, конечно, с материковой Украины, Херсонская, Запорожская область. Сегодня, видимо, то есть достоверной информации у меня нет, чтобы утверждать это абсолютно точно. Но мое такое умозаключение, что сырье все же идет с материка. Возможно, это идет даже не живое сырье, я имею в виду сырое молоко, а продукция в сухом виде, где в дальнейшем она перерабатывается на джанкойском заводе. Ведь смотрите, что интересно, структура производства джанкойского завода, который сегодня действительно доминирует на молочном рынке Крыма, так вот, она легко позволяет, эта структура продаж, структура продукции, которую выпускает завод, она позволяет оставаться без, скажем так, сливок. То есть продукт это молоко, кефир, сметана, то есть многие вещи, которые, в принципе, возможно произвести из сухого молока. Вот. Например, этой зимой была такая интересная ситуация, что тоже, наверное, будет интересно нашим радиослушателям. Например, есть такой очень популярный на Южнобережье производитель Борионовска. Это Алуштинский молзавод. Да, соответственно, в Алуште тут, в регионе Алуштинском, никогда никаких коровников не было. И, как заявляет руководство завода, что якобы у них есть какие-то договора с хозяйствами, молочными хозяйствами Белогорского района. Я, конечно, не берусь утверждать, что они врут, но факт вот такой нельзя не отметить. Исчезло масло Борионовска. А масло есть продукт переработки молока, когда в структуре молочного производства часть молока, сырого молока, цельного коровьего молока идет на производство, например, сметаны, йогурта, кефира и прочего. А при этом, при всем, как параллельный или как субпродукт возникает масло. И если нет масла, то, соответственно, есть большая вероятность того, что продукция была произведена из сухого молока. То же самое можно говорить сейчас о Джанкойском заводе. То есть при том объеме, который они выдают на гора молока в пленке, а надо сказать, что основной сегмент производства этого Джанкойского завода – это пленочная продукция. То есть большую часть продукции они делают вот в таком дешевом... Мягкая такая упаковка, да, вот пленочная просто. Да, совершенно верно. Да, да. И при такой выработке пленочной продукции у них должны скапливаться тонны молока. Ну, это неизбежно при производстве молока, потому что его нормализуют до определенной жирности, а весь молочный жир надо куда-то деть. Да, и это есть, скажем так, масло. Так вот, при таком объеме в тоннаже этого самого молока должна генерироваться огромная прорва масла сливочного. То есть это можно теперь предположить, что там, как вы предположили, большое количество может продукции делаться из сухого молока? Совершенно верно. То есть для производства, например, молока, обычного стандартного молока в пленке или в бутылке, можно использовать сухое молоко. Масло из сухого молока вы не сделаете. Понятно. Андрей, еще один вопрос. Вот смотрите, в июне 2017 года было отменено постановление Кабинета министров Украины 1035, которым запрещался ввоз продуктов на территорию Крыма. Возможно ли, что теперь, вот как вы предполагаете, восстановятся поставки молочной продукции на полуостров с территории материков Украины? Как вы думаете? Я считаю, это невозможно. По ряду причин. Тут не могу ранжировать их в порядке первоочередности, но, с одной стороны, это неинтересно России. Российским оккупационным властям это неинтересно, они не допустят это ни под каким соусом. То есть будут всяческого рода запреты на ввоз сырой или готовой молочной продукции и вообще всей продукции. Во-вторых, есть чисто организационные припоны для серьезного бизнеса, которые я не вижу, как решать. Это отсутствие платежей безналичных, это непризнание Украиной крымских российских предприятий. Ну, то есть там очень много бюрократических таких припонов, которые делают невозможным сам процесс. А вот таким, знаете, малыми какими-то партиями, там, челночным бизнесом, есть ли экономическое целесообразность завозить молочные продукты с территории, например, Херсонской области в Крым? Думаю, что нет. Это достаточно сложный вообще сегмент рынка, да. И продавать эту продукцию под пиратским флагом, ну, мы должны понимать, что челночным образом можно завести, но где потом продавать. То есть серьезный продавец не возьмется за эту продукцию, ему не нужны проблемы. А на базарах, сами понимаете, много не продать, тем более, что покупатель на базар идет незасосованный, пусть даже, ну, нет, я не верю в это. Понятно, спасибо. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму, с достаточно развернутым ответом о том, что же на самом деле происходит на территории полуострова с рынком молочных продуктов и почему такое большое количество ненатурального молока и изделий из него подается на стол вашим детям в детских садах и школах. А мы продолжаем обсуждать тему качества молочных продуктов на территории полуострова и далее об этом будем говорить с Ниной Кельди, руководителем отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз тест. Нина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Нина Андреевна, скажите, пожалуйста, вот удавалось ли, было ли в вашему институту, делали ли вы тестирование продуктов из Крыма, вот в последний год-два? В последний год-два, к сожалению, нет, потому что тут территориально очень сложно, понимаете, образцы можно все-таки закупать по месту и потом передавать в лаборатории, а ситуация, которая сложилась в Украине, она такая очень сложная, потому что очень много связей было потеряно, поэтому, скажем так, вот за последнее время именно из Крыма не было. Понятно, но, тем не менее, давайте попробуем сделать общие выводы. Вот это молочные продукты, в которых достаточно большое количество жиров неживотного происхождения. Насколько опасно их употребление, в первую очередь, детям, поскольку именно в детских учреждениях, в детских садах и школах было отмечено их наибольшее количество подачи на столы детям и так далее. Вот насколько опасно употребление таких продуктов? Может быть, действительно опасно. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что как только из молока забирается жир, то молочный продукт теряет своей полезности, да, он становится менее полезным, потому что идет потеря по жирам, которые хорошо усваиваются и по жирорастворимым витаминам. То есть, конечно, для детского организма это тоже очень важно. Но здесь возникает вопрос, какой именно заменитель использовали недобросовестные производители, потому что очень много разговоров ведется про пальмовое масло, но на самом деле на чистом пальмовом масле очень мало кто работает. И более того, в последнее время начинают все больше использовать заменители, которые ближе к маргаринам, то есть такие вот гидрогенизированные жиры, то, что называется кулинарные жиры. И там очень большая проблема по трансжирам. То есть, когда получают сам маргарин, там образуется много трансжиров, которые очень плохо влияют на организм. Если вот такой вот заменитель использовать при производстве масла, использовать при производстве сметаны, использовать при производстве твердых сыров, по факту, по исследованиям мы уже находили, то есть в твердых сырах высокое содержание этих трансжиров из других продуктов, то такие продукты уже напрямую будут вредить здоровью. То есть, они с одной стороны менее полезны, с другой стороны это обман потребителя по деньгам, и с третьей стороны они действительно могут нести прямой вред. Смотрите, в Крыму хотят обязать супермаркеты размещать на разных стеллажах молочные и молочно содержащие продукты. Как вы думаете, вот это может решить проблему с фальсификатом или нет? Да, да. И, соответственно, супермаркеты будут эту фальсифицированную продукцию размещать в отделе там, где находится настоящее молоко и настоящее масло. Разделение на полках, скажу честно, в Украине тоже на материковой части пытались это ввести, но очень большое сопротивление со стороны производителей, чтобы разделить молочные и молокосодержащие продукты на витринах. Это касается тех производителей, которые честно пишут изначально, что в составе есть растительный жир и продукт называется, допустим, сырный продукт, молочный продукт, сметанный продукт и так далее. Я за разделение, потому что в некоторых сегментах, например, в тех же сырах, да, есть немалый процент сырных продуктов, выглядят они одинаково и, к сожалению, не всегда потребитель внимательно дочитывается до того, что написано на этикетке. Сыр, а не сырный продукт. Спасибо. Нина Кельгей, руководитель отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз тест, была на прямой телефонной связи с нашей студией. Ну и в завершение, дорогие друзья, я вам приведу всего лишь несколько цифр. Значит, за последние годы в Российской Федерации на 9% упало производство молока. Об этом говорят данные официальной статистики. Производство молока падает, а производство, знаете, вот как бы сырого молока, а производство сыров, масла и всего остального, что делается из молока, растет. При этом импорт тоже не растет. А из чего делается молоко, делайте выводы сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова